Здравствуйте, ребята! Меня зовут Иван Пилкин, я литературовед, писатель и переводчик. Так, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему люди сочиняют стихи? Почему тот или иной текст можно или нельзя назвать поэтическим? Что в стихах важнее, язык или образ? То, о чем говорится, или то, как говорится? Может ли поэзия дать нам какое-то новое знание о мире и человеке? Или усложнить или упростить понимание мира, открыть новый смысл вещей? Все это весьма непростые вопросы. Обсудите их вместе с вашими одноклассниками, знакомыми или близкими. Наверняка кто-нибудь из них пишет стихи или вы пишете сами. Тогда сегодняшняя тема, быть может, покажется вам интересной. Сегодня мы поговорим о поэзии эпохи Возрождения и о двух выдающихся поэтах того времени, о Франческо Петрарке и Уильяме Шекспире. Кроме того, мы дадим определение понятию сонета как лирического жанра, раскроем содержание сонетов Франческо Петрарке и Уильяма Шекспира и выявим особенности изображения человека в сонетах обоих поэтов. Итак, поэтическое творчество Ренессанса отличалось большим разнообразием содержания и форм. Предельно обобщая, поэзию того времени можно разделить на эпическую и лирическую. Главным жанром лирической поэзии был сонет, а главной темой сонетов — любовь. Что же такое сонет? Сонет — это стихотворение из 14 строк. Для него характерно строгое соблюдение структуры рифмовки. Выделяют два основных вида сонета — итальянский и английский. Итальянский сонет делится на две части — на октаву или восьмистиши, состоящую из двух катренов или четверостишей, и секстет, или шестистиши, состоящие из двух терцетов, трехстишей. Рифмовка в катренах могла быть разной, но в основном она была замкнутой либо открытой. Английский сонет состоит из трех четверостишей и заключительного двустишая. Обратите внимание на это изображение. Это очень известная фреска Рафаэля, которая называется Парнас. Художник собрал вместе великих музыкантов и поэтов, почитаемых его эпохой. Это своего рода топ лучших писателей всех времен, среди которых Гомер, Вергилий, Авидий, Гораций, Данте Альгери, Боккаччо и Франческо Петрарко. Итальянский поэт Франческо Петрарко был первым европейским гуманистом, первым, кто осознал себя человеком нового времени. Пережившая века литературная слава Петрарки основана прежде всего на его любовной лирике, посвященной Лауре, девушке, которую он, по его словам, встретил в молодости. Воспоминания о высокой, чистой, порывистой, но робкой и неразделенной любви и составляют основную тему стихотворного цикла под названием «Книга песен» или «Кансоньери». Вот как пишет Петрарко о своей возлюбленной. «Меж стройных жен, сияющих красою, она царит, одна во всей вселенной, и пред ее улыбкой несравненной бледнеют все, как звезды пред зарею». Однако главное поэтическое открытие Петрарки состояло в изображении собственных чувств, в изображении многогранности и сложности личных переживаний. Перед читателем предстает не столько история любви, сколько картина изменчивых и мучительных состояний, раздирающих внутренний мир лирического героя. Всматриваясь в свои чувства, поэт сам поражен их противоречивости. Вот как он об этом говорит. «И мира нет, и нет нигде врагов, Страшусь, надеюсь, стыну и пылаю, Впылись, пыли влачусь и в небесах витаю, Всем в мире чужд, и мир обнять готов». Одновременно лирический герой книги песен — это не просто влюбившийся Петрарко, а новый человеческий идеал, чуждый средневековому аскетизму и утверждающий новый взгляд на земные чувства и окружающую реальность. Своебразным лирическим манифестом эпохи Возрождения стал 61-й сонет сборника. «Благословен день, месяц, лето, час и миг, Когда мой взор те очи встретил, Благословен тот край и дол тот светил, Где пленником я стал прекрасный глаз». После Петрарки сонеты вошли в моду. Благодаря его стихам в европейской поэзии Закрепился канон внешнего облика воспеваемой красавицы. Она была неизменно золотокудрой, Белокожей, с зелеными или голубыми глазами И румянцем на лице. Вот как об этом пишет Петрарко. «В колечке золотый ветерок закручивал податливые пряди, И несказанный свет сиял во взгляде прекрасных глаз, Которых днесь поблек». Множество поэтов эпохи Возрождения подражало стилю, Образам, мотивам и тематике сонетов и консон Петрарки. Но это не всегда было простым заимствованием. Творческое восприятие и даже преодоление традиции итальянского сонета Можно обнаружить у поэтов Франции, Португалии, Испании и Англии. Одним из признанных шедевров мировой поэзии Стал сборник сонетов именно английского писателя Уильяма Шекспира. По своей интимности, философской и психологической глубине, По драматизму и музыкальности Им нет равных в лирике английского Возрождения. Большая часть сонетов Шекспира Посвящена безымянному молодому человеку, Другу лирического героя. Другая часть адресована таинственной возлюбленной поэта, Которую называют Смуглой Леди. Друг поэта показан нам как образец физической и духовной красоты. Красота здесь подобна самой жизни. Она созидательна и достойна поклонения. В ней смысл всего. К ней должен стремиться человек. Другими важными темами этой части сборника Является быстротечность жизни, Неизбежность увядания и смерти. Поэт пишет об этом с большой поэтической силой. Уникальность земной жизни и красоты Заставляют его сожалеть об их ограниченности И скорбеть о том, что в современном ему мире царит нравственный упадок. Знаменитый 66-й сонет показывает Разочарование поэта в гуманистическом идеале И кризис веры в гармонию мира. Вот как он об этом говорит. Устал я и бежал бы от всего. Но как я брошу друга своего? С большим реализмом рисует Шекспир портрет возлюбленной лирического героя. Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать. Небелоснежно плеч открытых кожи. И черной проволокой вьется прядь. Это очень известный 130-й сонет, В котором последовательно развенчиваются шаблонные образы Бесчисленных любовных стихотворений того времени. Шекспир остаивает свой канон женской красоты, Далекий от традиционного идеала, Но полной чувственной притягательности. Любопытно, что Шекспир начал писать сонеты в 1592 году, Когда в Лондон пришла эпидемия чумы. Театры оказались закрыты, Актеры разъехались или остались без работы. Так Шекспир, который был известен в первую очередь как драматург, Обратился к лирике. Он не планировал публиковать свои стихи. При жизни автора они были известны Очень узкому кругу его друзей. Неизвестно, кем была смуглая леди И загадочный друг из сонетов Шекспира. Так же, как неизвестно, например, Существовала ли на самом деле Лаура, которую воспевал Петрарко. Что заставило Шекспира взяться за сонет? Скука из-за вынужденной самоизоляции во время чумы, Надежда обрести покровителей, Тяга к творческим экспериментам Или искренние чувства? И почему, например, Петрарко, Называя свои сонеты пустяками, Тем не менее упорно совершенствовала их До самого последнего дня? Скорее всего, эти вопросы Навсегда останутся без ответа. Важно другое. В своих стихах Петрарко и Шекспир Сумели показать, что человек — это целый мир, Сложный и неповторимый. Можно сказать даже, что стихи были для них залогом Внутренней свободы, Способом выразить свои надежды И отчаяние, стремления и тревоги, Неподдельное восхищение перед красотой мира и человека. Все это было и остается близким И понятным людям во все времена. А теперь задание для самостоятельной работы. Внимательно прослушайте и прочтите 132-й сонет Петрарки и 116-й сонет Шекспира. Итак, Франческо Петрарко, сонет 132-й. «Коль не любовь сей жар, Какой недуг меня знобит, Коль он любовь, То что же любовь? Доброль, но эти муки, Боже, так злой огонь, А сладость этих мук? На что ропщу, Коль сам вступил в сей круг, Коль им пленен напрасны стоны, То же, что в жизни смерть, Любовь, на боль похоже, Блаженство, страсть, Страдание, тот же звук. Призвал ли я, Или принял по неволе чужую власть? Блуждает разум мой, Я утлый челн В стихийном произволе, И кормщика напраздно нет кормой, Чего хочу, Самим с собой в расколе не знаю, В зной дрожу, Горю зимой». И 116-й сонет Шекспира «Ничто не может помешать Слиянию двух сродных душ, Любовь не есть любовь, Коль поддается чуждому влиянию, Коль от разлуки остывает кровь. Всей жизни цель, Любовь повсюду с нами, Ее не сломит бурь никогда, Она во тьме над утлыми судами Горит, как путеводная звезда. Бегут года, А с ними исчезает И свежесть сил, И красота лица, Одна любовь крушений избегает, Не изменяя людям до конца. Коль мой пример Того не подтверждает, То на земле никто любви не знает». Итак, прочитайте И сравните эти сонеты, Как поэты раскрывают В них тему любви. Выявите и сравните Особенности композиции И структуру рифмы В обоих сонетах. Спасибо за внимание И всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова